Ну что, друзья, Муэрта была только что добавлена в игру. Ну и давайте же ознакомимся с этим героем целиком и полностью. Муэрта, кэри, быстрый урон, контроль. Имеет 4 способности, выглядит она следующим образом. На самом деле герой выглядит так, как будто на нем уже есть аркана. Но я так понимаю, что это обычный ее внешний вид. Так, к снаряжению. Вот она, собственно, у нас в игре. Выглядит таким образом. Ну и давайте же ее опробуем. Также, небольшой спойлер, новый патч, мини-игра новая. Новые возможности и вообще много всего. Ну а теперь наша Муэрта выглядит в игре следующим образом. Сразу же посмотрим поближе. Крайне приятный внешний вид. Ну как будто у нее есть аркана, серьезно, очень много эффектов. Скорость передвижения 295, 52 атака. Сейчас мы, конечно же, изучим все способности. Давайте немного врагов заспавним, чтобы можно было сразу их и проверить. Первая способность называется Dead Shot. Герой выпускает призрачную пулю во врага или в дерево. Достигнув цели, пуля нанесет ей урон и ненадолго замедлит ее. После чего отрикошетит в указанном направлении. Рикошет наносит урон всем существам на пути и останавливается при победании в героя. Накладывая на жертву страх, отчего-то бежит по направлению рикошета. Как же это выглядит? Так. Давайте перезарядку отключим. Ага, то есть она только на конкретную цель, но вы можете выбрать целью дерева. Она ее пробивает. Так. И, соответственно, таким образом рикошетит. Очень интересно. Обнова в доте вышла огромной, но также я бы хотел вам рассказать про обновление на Epic Loot. Новый боевой пропуск с простыми заданиями, но классические награды. Каждый 15-й квест это аркана, а 60-е задание ДК-хук или эти плечи на эсэфа. И все это бесплатные награды в халявном боевом пропуске. Мало? Тогда участвуй в эпичном сражении под пивасов против дэд инсайдеров. Бесплатная мини-игра. Играешь за бару, твоя задача добежать до эсэфа. Играешь за эсэфа, убей бару кайлом и не дай ему добежать до себя. За победу в фарме души, чем больше душ, тем круче сундук с призами. Играть можно бесплатно раз в час. Ссылочку на все это я оставлю снизу. Там же ищи промы на 15% к балансу и доп-бутылек с маной для мини-игры. Урон 300, длительность страха от рикошета 2 секунды, замедление 100%. И длительность замедления 0.5. 10 секунд кулдаун, 160 маны. Так, еще разочек. Если мы ее стреляем, она насквозь. Если мы... Так, давайте еще раз в дерево. Надо понять механику вообще. А, я предполагаю, что нужно квикбай отключить. Так. Очень-очень непонятно. Так, если у нас будет три героя стоять в ряд. Угу, то есть рикошетит и следующий герой страх получает. Ладно, нужно еще разбираться с механикой. Дальше, вторая способность. Призывает 4 призраков, неторопливо кружащих в указанной области. Враги в ней медленнее передвигаются и атакуют. Проходя сквозь врагов, призраки наносят им урон и накладывают на них безмолвие. 180 урона, время существования 10 секунд, замедление передвижения 30%, замедление атаки 60%, длительность безмолвия 3,5 секунды. 30 секунд кулдаун, 225 стоит маны. Такс. А, они, соответственно, за вами не двигаются, они просто кружат вокруг, наносят урон, сайленс накладывают, выглядит таким вот образом. Так, и, ну, рейндж у нее такой, не очень большой. Вот как-то так. Это я сейчас два раза активировал способность. Пассивная способность. Следующее. При каждой атаке герой имеет шанс совершить дополнительный выстрел в случайную цель. В первую очередь в героев. При каждой атаке. То есть, когда мы атакуем... Давайте мы немножечко уровень апнем. Когда мы атакуем... А, вот видите, сейчас двойная атака была. Одна, две. Она начинает стрелять из двух пистолетов. Так, герой выглядит. Также можете обратить внимание на озвучку уже героя. Окей. Ну, просто пассивка. Классно. Ну, и самое главное. Ультимейт. Герой применяет бесплотную форму, получая невысприимчивость к физическому урону и возможность проходить сквозь существ. Несмотря на бесплотность, герой может атаковать, а его сопротивление магии не снижается. Урон от всех атак увеличивается и становится магическим. Отчего герой может атаковать других бесплотных существ, но такие атаки не наносят урона невысприимчивым к магии целям. Длительность эффекта 8 секунд, длительность превращения 0.35, дополнительный урон от атаки 100, также монопул, вернее сколько стоит, 350 маны и 45 секунд кулдау. Страшно нажимать эту кнопку. Вау, какой эффект. Мы видим, что вокруг экрана все меняется. И вот она, выглядит как будто на ней аркана набета, да? Посмотрите, как же это красиво. И мы, получается, можем проходить сквозь текстуры, я правильно понял? Нет, сквозь текстуры мы не проходим. Так, сразу говорю, аганима и шарда пока что нету. На всякий случай их выдадим. Шард аганим. Но они ничего не дают. Пока что. Потом, конечно же, это добавят. Дальше. Таланты. 8 к силе или 100 к урону от Deadshot. Это у нас первая способность. Потом, 15 уровень. 25 к урону, либо 250 к дальности применения Deadshot. Тоже первой способности. 2 заряда Deadshot. Либо плюс 2 к числу духов у второй способности. И на 20-м 20% шанс к срабатыванию пассивки. Либо 25% к сопротивлению магии. Так, смотрим. 2 заряда. Ну, у меня VTF режим, поэтому у меня и так много зарядов. Ну, соответственно, у вас двое получается. И такое количество духов. Посмотрите, как сильно они дамажат темпларку. Поставить такую штуку в файте и на всех сайленс. В общем, это прям имба. Ну, а теперь давайте применим вообще все, что есть. Красота. Реально красота. Что мы еще можем видеть? Я сразу загляну. Есть новые предметы. Ну, ладно. Об этом позже будем изучать. На этом обзор героя заканчивается. Мы посмотрели, как он выглядит. И еще куча контента в игре добавлена.